Наш эфир продолжает программа Ефима Фиштейна «Похищение Европы». Здравствуйте, Ефим. Добрый день. Что там происходит в ЕС? Какие-то новости по поводу иммиграции? Ну-ка, расскажите нам об этом. С удовольствием. Я понимаю, что наших зрителей, слушателей, скорее всего, в первую очередь интересует ситуация у них дома. Но для того, чтобы остаться верным теме, заданной мной самим, а именно ситуации в Европе, я расскажу вам действительно о ситуации в Евросоюзе, прежде всего о новых правилах иммиграции, то есть приема переселенцев в основном из Северной Африки, а также Афганистана, Азии и так далее в Европу, в Евросоюз. Почему я хочу об этом рассказать? Может сложиться впечатление у несведущего человека, что Европа возвращается к этой теме, потому что все остальные темы уже решены. Других забот, как говорится, нет и не предвидится. Решен вопрос с эпидемией COVID-19, хотя мы знаем, что закрыли Мадрид и все окрестности, что сейчас нарастают цифры зараженных во всех городах Европы без исключения. И премианты, как говорится, меняются местами. Раньше Чехия ходила в премиантах, у нее было самое меньшее количество заражений. Сейчас она поднялась до, собственно, уровня второго, вот в этом умозрительном рейтинге европейских стран сразу после Испании. Как будто нет других проблем, как я говорю. Смотрите, так и не удалось решить вопрос с санкциями против Белоруссии. То есть по просьбе Кипра эти санкции были увязаны каким-то образом с отношением Евросоюза к установкам нефтедобывающим в акватории Кипра. Кипр потребовал, чтобы Евросоюз сначала дал полный отпор Турции, а лишь потом он согласится с санкциями против Лукашенко. Таким образом, чтобы парадокс был полным и идиотизм был достаточно очевидным, в санкционный список поставили человек 40 ближайших соратников Лукашенко, включая всех этих его силовиков, но не включили самого Лукашенко. Официально объяснили это тем, что хотят дать ему шанс на исправление. Вот если президент Лукашенко встанет на путь исправления, то с ним опять начнут разговаривать. А если не встанет, то тогда, представьте себе, Евросоюз, у которого, я повторяю, других забот нет, вернется к вопросу о санкции против Лукашенко через пару недель. Так вот, повторяю, словно бы других забот уже не было. А ведь есть еще нерешенный вопрос с Брекситом, то есть он решен в принципе, Британия уже не является членом Евросоюза, она еще связана с ним некоторыми правилами. Дело в том, что по Брекситу был отдельный договор, который предусматривал определенные правила границы общей между Британией и Ирландией, по которым правилам нельзя было менять нынешний статус, нынешнюю ситуацию на границах нельзя было вводить, скажем, таможенные пошлины новые. Короче, получалась ситуация не слишком, я бы сказал, выгодная для Великобритании, которая оказывалась на границе, имела общую границу с Евросоюзом в лице Ирландии, и не могла свои правила там, собственно, устанавливать. Она вынуждена была пользоваться правилами Евросоюза. Сейчас в последнее время Британия решила воспротивиться этому, идут труднейшие переговоры. Конца краю не видно и вполне может случиться, что к концу года в нарушение всех предыдущих договоренностей Британия просто выйдет путем так называемого жесткого Брексита, без каких бы то ни было договоренностей. А дальше трава не расти. Просто как получится, так и получится. И кто выиграет, как говорится, еще мы посмотрим. Так вот, и этот вопрос остается нерешенным. И вдруг для довершения вот этой либердеты, катавасии, этого странного периода в жизни Евросоюза, вторгается в ситуацию нынешняя, собственно, как бы председательница правительства Евросоюза. Европейская комиссия играет роль правительства, а ее председательницей является Фон дер Лайен, Кристина Фон дер Лайен, представительница Германии и выученица Ангела Меркель. И говорит о том, что пора уже, наконец, завершить всю эту историю с приемом-неприемом беженцев. Потому что они продолжают поступать, что называется. Они все-таки, хотя и не миллионами, как это было в 1915-м, но все-таки тысячами и десятитысячами продолжают поступать на европейский континент со всего северного побережья Африки, частями из Марокко, скажем, в Испанию, они даже перелезают в пограничный барьер, стенку какую-то колючую проволоку, частями из той же разоренной Ливии, где они садятся на шаланды, на какие-то шлюпки, на какие-то мелкие суда, выезжают в море, где тут же за 100 метров от берега, от береговой кромки, еще ввиду гавани, ввиду причала, ввиду пляжей ливийских, они высылают через передачи к ближайшему судну спасительному и спасающему, которых много там на этом побережье, которые там запускают организации, занимающиеся переправкой беженцев на европейский континент, они называют себя благотворительными организациями, спасающими терпящих крушение на море. Эти шлюпки, эти надувные челны, разумеется, никакого крушения не терпят, потому что они, я повторяю, еще ввиду берега, они могли бы еще, честно говоря, доплыть, но им важно попасть на такое судно, которое везет их прямиком в ту же спасительную Италию, или в Испанию, или во Францию, в любом случае. И вот парадокс, эти страны чисто по идее должны их принять, нельзя же терпящих крушение выбросить на тот же берег. Они должны их принять, дать им какие-то, по крайней мере, записать их, зарегистрировать в качестве беженцев и так далее. Это не значит, что эти беженцы, здесь интереснейший вопрос, связанный вообще с проблематикой беженцев, это не значит, что они хотят там остаться. Практика такова, что в 95, может быть, больше процентов всех случаев, эти беженцы хотят добраться до Германии, где условия адаптации, интеграции, где условия существования лучше, только по этому принципу. И вот получается незадача. Европейский Союз требует, чтобы государства Европы, в частности, скажем, восточноевропейские государства, бывшие социалистические, чтобы они принимали этих беженцев. Принимали, а что это означает? Чтобы они их оставляли не только на своей земле, брали на свое довольствие и ждали, пока те сами, так сказать, на своих собственных, на своих колесах или ножками доберутся до Германии. Тогда вопрос об их содержании на этом кончается, они оказываются уже в Германии. Пробить как-то эту ситуацию было до сих пор невозможно, потому что ведь любая попытка их закрепить на новых местах, она противоречит всем пактам о правах человека. Что значит взять человека и закрепить его на какой-то земле? И значит, по правилам, обучить его своему языку, сделать этот язык его рабочим языком. Ну, представьте себе беженца, который попадает в Эстонию, Литву, Латвию. Там он должен остаться, выучить литовский на хорошем уровне, которое ему в жизни не понадобится. И жить в относительной бедности, во всяком случае, неблагополучии. Конечно, он устремится в Германию. И, кстати, получив статус беженца, то есть беженца легально на каком-то основании, в каком-то из европейских государств, он ведь имеет на это право. Это государство по Шенгену имеет открытые границы. И может, честно говоря, он, получив такой статус, и получив бумажку, какую-то заменяющую паспорт, он может переехать в Германию свободно. А там затеряться в толпе сородичей, которые уж его не выдадут. Такова реальная ситуация. Канцлер Германии Мерки, который все это дело в свое время фактически спровоцировал вот эту неразрешимую и нерешаемую, в принципе, ситуацию, она ее спровоцировала. Просто по той причине, что Германия давно не является немецким государством. Ни в одном общепринятом смысле этого слова. Оно и является, как сами немцы с удовольствием говорят, открытым пространством, свободным для заселения. Никогда этого в прошлом не было, ведь Германия не была иммиграционным государством. Действительно, как Соединенные Штаты, как Австралия. Есть ряд других государств, которые просто по Конституции принимают новых людей, новых жителей, новоселок. Германия такой страной не была, а сейчас есть. И я не стану разбирать это, как говорится, проблемой немцам. И немцам, если им хочется, я лично считаю, что это будет связано с колоссальным каким-то недовольством, которое рано или поздно должно проявиться там. Ведь Меркель сама в тисках своих собственных действий. Как она в свое время объясняла политику открытых границ. Она говорила, а что же нам стрелять в этих беженцах? Вот поставить пулеметы на суднах или на границах и стрелять в них. Оказалось, прошло пару лет, и оказалось, что стрелять необязательно. Сегодня ведь они не проникают в таком количестве. У них на пути заслоны. Где в Греции, где наверняка уж в Венгрии, где дальше стрелять нет необходимости. Но проводить эту политику рационально необходимость, разумеется, есть. Несвычайно Меркель в прошлом году сказала, поверьте мне, ситуации подобной году 2015 никогда не будет. Она не повторится. Непонятно. В то же время она говорит, что она не изменила бы ни Йоты в своей политике тогдашней, что она и сейчас поступила бы так же. Но разве это не крутое противоречие, из которого выползти невозможно? Разве это не противоречие, если она довольна своей политикой тогда? Почему же этот год замечательных свершений? Год замечательной новогодней речи, за которую она чуть ли не получила Нобелевскую премию. Почему же он не должен повториться? Значит, что-то было порочное в этом. И вот в этих противоречиях они барахтаются с тех пор. Что же изменилось? С чем пришла сейчас Кристин Бундерлайн в своем новом пакете мер по решению вопроса о беженцах, как хотите, об иммиграции нелегальной, то есть незаконной. Те, кто у себя в странах, где-нибудь там был, жили, подали заявление в посольство, подождали месяцев, наверное, шесть и получили разрешение на въезд. Но кто же о них говорит вообще? Они по закону въехали. Мы говорим сейчас о тех, кто противозаконно въехал. Так вот, в новом пакете предусмотрены, разумеется, новшества. Ну, например, постсоциалистические государства Восточной Европы, которые, как черт креста, они как огня боятся, разумеется, принимать на своей территории беженцев в больших количествах. Во-первых, потому что они там не приживутся, а сбегут в Германию, здесь уже бывало, много раз подобные случаи бывали. А во-вторых, просто потому что им не хочется, по большому счету, свое население круто поваренной поварешкой перемешивать, делать из него нечто без традиции, без языка и без, наверное, и рабочих мест. Так вот, правительства этих стран этого не хотят. И надо сказать, что консенсус, с точки зрения Евросоюза, очень плохой консенсус, здесь есть, и он полный. Например, в той же Чехии, откуда сейчас я к вам прощаюсь, нет вообще ни одной партии, ни одной политической силы, которая бы не разделяла вот это основное положение с другими. От коммунистов до крайне правых все разделяют это положение. Беженцев нам не надо, нелегальных. А легальных мы выберем сами. В стране, кстати, вообще иностранцев огромное количество, несомненно, полмиллиона украинцев, русских, кто угодно, болгар, молдаван, кто приходит и может работать и так далее, никто же этому не препятствует. Здесь действительно, кстати говоря, в пересчете на количество жителей, на население их больше, даже чем в той же Франции, Бельгии и других городах, которые открыты для, как бы, въездов. Так вот, но это просто другие переселенцы. Так вот, Европейская комиссия пришла с новшеством. Она говорит, вы не хотите на своей территории. Это, конечно, очень плохо, но мы вам даем возможность. Тогда вы берите на свой счет и перевозите тех, кто не имеет ни документов, ни прав на новых территориях, куда Франции, в той же Бельгии, в той же Германии. Вы их перевозите за свой счет на их родину. То есть оплачиваете перелет главным образом. Понимаете, о чем идет речь? В самолет там войдет, может быть, сотня афганцев, а лететь им далеко, а здесь их в Германии под миллион, может быть. Так точно так же других жителей Южного Судана и вообще Судана, жителей Ирака и Ирана. То есть таких очень много. Вы, восточноевропейцы, берете на свой счет этих жителей и постепенно в каких-то партиях в течение ближайших 50 лет вы их перевозите на их родину. То есть абсурд очень силен уже на первый взгляд. Но он становится еще сильнее, когда мы прочитываем в этом новом пакете мер, что вводится новое понятие в Европейском Союзе. Раньше было понятие солидарность. Они требовали солидарности. Слово как бы очень приятное из словаря абстрактного гуманизма. Но солидарность хорошее, положительное чувство. Все мы можем быть с кем-то солидарны. Правда, в восточной европейце говорили, простите, какая солидарность, когда мы нас не призвали вообще к решению вопроса. Сначала вы приняли решение об открытии границ. В частности, даже Меркель, которая не посоветовалась даже со своим правительством, со своими людьми из ближайшего круга. Она открыла границы. И после этого она звонит Варшаву, Будапешт, Прагу и говорит, слушайте, ну мы же должны проявить солидарность и принять их. Конечно, этого не получилось. Ей сказали, что сначала мы должны были и хотели бы поучаствовать в принятии решения, а потом будем говорить о солидарности. Так вот, чтобы избежать вот этого неразрешимого противоречия, новая европейская комиссия сейчас придумала замечательный термин. Этот термин, я думаю, достоин Орвеловских, замечательных Орвеловских изречений, которые все мы знаем. Война это мир, свобода, это рабство и прочее. Так вот, Европейская комиссия вводит термин принудительная солидарность. Что-то, понимаете, что означает принудительная солидарность? Она означает, что у вас выхода нет. Вы обязаны, если вы хотите оставаться в Евросоюзе, или не быть подвергнуты каким-то гонениям, типа европейскому суда, типа каких-то неустоек грандиозных, вы должны подчиниться решению Еврокомиссии, а это сейчас значит фактически Германия, потому что фон дерлайн, это я повторяю, это ученица из школы Ангел Меркель. Да если бы и не была она, был бы какой-нибудь там Мишель, который сейчас заведует тоже иностранными делами в Евросоюзе, и в Еврокомиссии даже. Так вот, если вы не хотите, чтобы на вас обрушились Европейский суд, другие инстанции, и парламент, кстати, тоже европейский, который настроен более радикально, чем сама комиссия. Если вам кажется, что комиссия настроена уж очень радикально, то знайте, что парламент настроен более радикально. Так вот, из этой, собственно, кухни и вышло выражение принудительная солидарность. То есть восточные европейцы будут обязаны подчиняться решениям, и будет называться солидарность с решениями остальной Европы. Вы европейцы, вот и будьте солидарны с нами, а мы будем принимать решения. То есть, сами вы, разумеется, понимаете, это все пакет мер, пакет мер, который предложен Еврокомиссией. Это не значит, что он уже принят всеми. Европейский Союз устроен так неразумно, с таким количеством взаима, даже не заменяемых, а наоборот, препятствующих друг другу решений внутренних постановок, что из-за этого он и оказывается недееспособным, он не в состоянии сделать фактически неких конкретных шагов. Это, разумеется, пока только богоспасаемое, замечательное предложение Еврокомиссии, включая эту предварительную солидарность. Естественно, что восточная Европа, по крайней мере, сейчас четыре государства, Варшавской четверки, Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, а с ними и примкнувшая к ним Австрия, сейчас Австрия очень активно, является активной составной частью Варшеградской четверки, а может быть, даже где-то возглавляет ее. Оно препятствует почти всем резолюциям Европейского Союза. Достаточно сказать всем, как внутренним, так и внешним, типа Ближневосточной. Они фактически торпедируют все эти резолюции. Так вот, группа этих стран уже сейчас сказала, что она не примет весь этот пакет мер, и он будет отвергнут, если они даже пытаются его каким-то образом продвигать, прожимать и навязывать центральной Европе. Что это означает? Это означает просто то, что если раньше невозможно было продвинуться на шаг, на дюйм, невозможно было продвинуться вперед ни в одном практическом вопросе. Сейчас тем более в вопросе очень животрепещущим, потому что нелегальная иммиграция в страны Евросоюза является животрепещущим вопросом. Повторяю, худо-бедно, но несколько тысяч в день появляются на горизонте европейских стран. Они высаживаются, они попадают в лагеря. Так вот, очевидно, что и в этом вопросе не будет достигнуто какое-то радикальное, радикального согласия, и скорее всего ВОЗ останется и ныне там. Вот то, что я хотел сказать в порядке вступления. Я, разумеется, готов ответить на любые вопросы и связанные с Соединенными Штатами. Я напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если будут вопросы, пожалуйста, звоните. У меня к вам вопрос. Как вы думаете, на ваш взгляд, что является мотивацией для европейских элит, которые, ну, помимо политических, я понимаю, что вот эти массы мигрантов, которые перемещаются в Европу, это потенциальные избиратели левых партий, поскольку пролетариат от них ушел, то есть люди, которые работают, оплатят налоги, живут от чека к чеку, левое движение не поддерживают, им нужна другая избирательная база, и вот эти вновь привыкшие, наверное, и будут составлять избирательную базу левых партий. Вот кроме этого, существуют еще какие-то мотивы, почему они так действуют, почему они открывают ворота и готовы принять там сотни, тысячи, миллион беженцев. Разумеется, тот мотив, который кроется, это фоновый мотив, это скрытая мотивация, разумеется, это электоральная база. Достаточно ясно, и я сейчас вернусь к этому вопросу, это изобретение в Соединенных Штатах, это изобретение Барака Обамы, исключительно, сделанное в вашем городе, в Чикаго. Ну, хорошо, в Европе еще и потому, разумеется, что под него подложена исключительно благородная, исключительно гуманистическая подкладка. Эта подкладка, с ней сложно бороться, как всегда, потому что левая партия, левые идеологи оперируют самыми благородными и самыми эмоционально насыщенными словами, словами и термиями. Под них трудно подкопаться, но кто же станет противиться тому, что лучше помочь Богу, лучше помочь им там копить, усаманокарманов нет, все равно все раздадим. И вообще, если нам сейчас живется неплохо, то давайте вспомним, что в этом большая их заслуга. И полный бред. Такого же рода. С этим бредом непросто бороться. И еще одно нынешнее, самое последнее достижение левацкого ума, это принцип так называемой diversity, диверсии, не в русском смысле, а разнообразия и многообразия. Сейчас любая школа, от средней до университета, вам скажет, что вся трагедия европейцев в том, что у них мало разнообразия. Что Шекспир писал, гораздо, не в пример, лучше, если бы он включал какие-то интересные африканские мотивы, может быть, если бы он знал азиатскую литературу, было бы совсем другое дело. Так, конечно, есть что-то, но не то, недостаточно. Разумеется, то, что в симфониях Моцарта мало проступает монгольская музыка, мало китайских замечательных, это колоссальная его беда, несчастье, и можно было бы улучшить. Я сейчас, разумеется, утрирую для того, чтобы вы поняли. Принципиальная ошибка этого подхода заключается в том, что человечество, во всяком случае, в своей культуре, но и в других сферах, не достигало вершин через разнообразие, через положение рядом различных культурных традиций, интеллектуальных традиций вообще, и цивилизационных традиций. Не этим путем. Если человечество достигало вершин, как раз вот в творчестве таких гений, как Моцар, как Шекспир, то она их достигала в определенных цивилизационных рамках, в рамках английской литературы. Если человек преуспевал в этой сфере и продолжал эти традиции, он мог стать действительно Шекспиром. То же самое и с Моцаром. То же самое со всеми, со всеми другими проявлениями человеческой культуры и цивилизации. Вершина достигается не путем выравнивания всех и, как говорю, положению рядом всех этих различных человеческих мотивов, традиций, культур и так далее. А в росте и развитии по направлению вверх в рамках одной своей культуры, одной своей цивилизации. Стихи раньше писались так, чтобы была рифма и ритм, чтобы сохранялись рифма и ритм. И только это, только эти сознательно взятые на себя обязательства и сознательно поставленные границы могли вывести человека круто вверх. А иначе, когда он растекался мыслью по древу, когда он имел рядышком положенные африканские традиции, а вот у злу капра еще лучше, может быть, где-то там и звучат сильнее. И все это нужно смешать в одно, и все это большой поварешкой промешать и сделать из этого некую новую культуру. Это полный собачий бред. Но ведь именно этого собственно и добивается современная европейская культура. Разумеется, американская тоже. При этом они тоже в очередном кавкане, в очередных тисках. Они с одной стороны понимают на уровне правителей. Вот недавно Макрон высказался, хотя он и пустоцвет и пустозвон, но он высказался недавно в том смысле, что приход огромного количества мусульман это проблема для Франции и для ее культуры. Вот что надо понять. Он мог так сказать, кстати, в свое время это же сказали и та же Меркель, когда они говорили о так называемом мультикультурализме, они говорили. И так же и сказали, это вред, это ведь не разнообразие, это не то, что может улучшить нашу культуру, а это то, что может разбить, фрагментировать нашу правовую систему, нашу легальную систему и так далее. Так вот, они так говорят это, но делают прямо противоположное. Они поселили, посеяли в университетах и школах мысль о том, что не надо стремиться ввысь в рамках своей культуры, своих цивилизационных достижений, а надо стремиться вширь. Вот рядышком еще возьмем там монгольское горловое пение или какие-то замечательные стихи Акинов бесконечные. И вот из этого всего мы сварим какую-то кашу. Ефим, давайте попробуем принять звонок. У вас, возможно, вопрос есть. Добрый день. Да, спасибо. Я в свое время изучала Европейский Союз. Для того, чтобы поступить в ВУЗ, ходила на курсы, слушала лекции о стихотворениях Пушкина. Так вот, там в каждом стихотворении рассказана такая, можно найти такую глубину, и он не в рифмах, а в истории, культуре. Вот. А что касается смешивания, выравнивания, ну, мне кажется, что это не ошибка, а намеренность это. Это как, знаете, вот смешать мух и пчелы, заставить их копаться вместе в одной такой субстанции. Вот лично мое мнение. Я не знаю, автор согласится в ваш гость или нет. Спасибо. Знаете, я, когда я говорил о рифмах и ритмах, то это касалось стихосложения. Стихосложения. А если речь о других, об эссе и так далее, то, разумеется, это не обязательно должно иметь ритмы. Но ведь не забудьте, что русский язык начался с Пушкина, это официальная точка зрения лингвистов российских. До Пушкина русского языка как такового, национального языка россиян не существовало. То есть, зачем же, почему же не обращаться к нему, когда он весь в русской словесности. Понимаете? Он весь в русской словесности, а если он затрагивает другие темы, межнациональные, тавказские какие-то, может быть цыганские, у него есть целый ряд, да и других. Ефим, мы должны прерваться, мы продолжим обязательно, послушаем рекламное объявление, после чего вернемся, обязательно продолжим. Возвращаемся в программу Ефима Ферштейна, похищение Европы, телефон в студии по-прежнему 847-400-5200, и давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, у меня к вам такой вопрос, уважаемый Ефим. По-моему, Европы, Европейского Союза в уставе, для того, чтобы принять какое-то решение, должно быть единогласие. Если какая-то страна голосует против, то это решение не принимается. Поэтому объясните, каким образом Германия может заставить другие страны что-то сделать только кнутом без пряника, заставить принять какие-то законы. Спасибо большое. Разумеется, не может. И в первой части передачи я привел пример Кипра, который заблокировал принятие решения Евросоюза в целом по вопросу о санкциях против Беларуси и Лукашенко в частности. Разумеется, вот в одном органе, который называется Европейский Совет, это орган, состоящий не комиссией. Понимаю, что для человека с налету, просто с ходу, сложно разобраться в этом сложнейшем сочетании различных органов Евросоюза. Европейский Совет, состоящий не из номинантов, не из чиновников, а из лидеров стран, прямо из премьеров, которые посылают в Еврокомиссию своих назначенцев. Так вот, разумеется, на этом уровне требуется единомыслие и полное единогласие. Там, если кто-то воспрепятствует, то, разумеется, нельзя такое решение принять. Пример уже привел. Но начинается сложнейший длительный процесс выкручивания рук. Когда эту страну таскают по европейским судам, угрожают теми и другими экономическими неприятствиями, а сейчас я возвращаюсь к интересному положению о влиянии Европарламента. Сейчас такую роль вот такого тарана, который навязывает Еврокомиссии свои решения, является Европарламент. Так вот, Европарламент требует увязать экономическое участие государств с тем, насколько соответствует или не соответствует их внутренняя политика принципам Евросоюза. И разумеется, сразу же обрушились какие-то гонения и преследования, в частности, сейчас на Венгрию и на Польшу. Чехия еще пока в этом смысле от них отстает, хотя есть и претензии по отношению к Чехии тоже. За то, что их правовая система, судебная система при правых правительствах начинает несколько отличаться от того, чего требует Европарламент в данном случае, поскольку это считается основными ценностями Евросоюза. Они говорят просто европейские ценности. И такой основной европейской ценностью оказывается полный беспорядок и хаос. Вот разберите дома это сами. Спасибо. 847-400-5200 телефон нашей студии. А теперь давайте если не возражаете поговорим о том, что происходит у нас. До выборов совсем немного времени остается. Прошлая неделя была непростая для президента Трампа и для всей страны. Вы знаете, что он был тестирован положительно на COVID-19, но уже вчера выписался из госпиталя и помещен в Белый дом и обратился как бы выступая и в Твиттере написал, что не надо бояться вируса, не надо позволить ему доминировать над вашей жизнью, что вызвало противоречивые отклики, причем, ну понятно, левая медиа тут обрушилась на него со всеми проклятиями, обвинив его, в чем только не обвинив его. но и некоторые люди, которые на самом деле поддерживают Трампа, тоже высказались по поводу того, ну я просто в соцсетях смотрю, люди, к которым я отношусь хорошо, которые поддерживают правое консервативное движение, тоже высказали некое сомнение, дескать, такой кавалерийский наскок, как бы его поведение не соответствует реалиям, что вы думаете по этому поводу? Что именно не соответствует реалиям? То, что нам следует все-таки назло Трампу позволить, чтобы болезнь доминировала над нашим существованием, висела всякий раз, когда могла в меч над любым нашим поступком, разве это есть цель нашего существования? Мне кажется, что соглашаться с этим, иногда соглашаются почему, оппортунизм, оппортунизм говорит, я его в целом поддерживаю, но не может же быть, чтобы все были неправы, даже не говоря, что он поставил под угрозу жизнь своей охранки, когда он поехал в этом автомобиле, между прочим, он ведь был в маске, которая требуется по уставу, что еще, как он в маске мог поставить под угрозу, и между прочим, между ним и охранкой есть пластиглаз, стекло, как в любом сейчас супермаркете у кассира, есть пластиглаз, есть стекло, что еще он должен был сделать, да просто он должен был повеситься, тогда бы он, может быть, удовлетворил своих критиков, а раз он не повесился, он никогда и ни при каких условиях не может угодить своим критикам. кто-то кто-то в Калифорнии чуть не умер от страха, увидев его выезжающим из больницы, и пришлось откачивать человека, к счастью, откачали, иначе было бы смертей не 210 тысяч, а 210 10 и 1 ищет смерть сверху, это все не выдерживает никакой критики, Трамп не может сделать ничего, чем бы он своим врагам угодил, его счастье было в том, что он смотрел поверх голов, его это мало интересовало, и до его слуха вообще не доходили эти вопли истерические, вот если он так себя поведет, может быть, он и выйдет победителем. Давайте примем звонки, добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, да, здравствуйте, спасибо большое за программу, вообще, да, в очередной раз, в принципе, убедились люди, что большинство людей, которые коронавирус, они не настолько больны, чтобы быть в такой панике на самом деле, вот, и второй вопрос, я хотел, чего, просто поговорить, а по поводу комментария последнего Трампа, вот, только что он отказался просто, дискутировать, стимулы с демократами, он сказал, что больше до выборов вообще не будет дискуссий, я не знаю, если вы слышали, в курсе, вот буквально. Нет, последнее сообщение, мы с утра сидим, тут, в четырех стенах, я не слышал, с удовольствием, узнаю подробнее, он отказался, от дебата, да, вторую, вторую волну, стимулы, экономически, он отказался, вообще, дискутировать с демократами, в принципе, комментарий такой, что вплоть до выборов. Я не пойму, все еще не понимаю, он отказался дебатировать с Байденом? Нет, сейчас, спасибо большое за звонок. Дело в том, что речь шла, там были переговоры между Белым домом и демократами по поводу второго пакета экономического, чтобы стимулировать как-то. Демократы в этот пакет заложили там сначала три с половиной триллиона, потом два с половиной триллиона, и камнем преткновения стали деньги, которые демократы требуют для городов и штатов, то есть, скажем, для нашего Притскера, для нашей Лайтфуд, для Куома, для Билла де Блазио, для людей, которые совершенно безответственно относятся к бюджету, тратят гораздо больше, чем зарабатывают, несмотря на то, что у нас повысили налоги на все, что можно было повысить, на все, на что можно было повысить, и собрали вроде бы и денег больше, чем в прошлом году, несмотря ни на что, и все равно огромная дыра, потому что, при том, что они остановили всю экономику, на примере нашего штата, при том, что Притский расстановил всю экономику, по сути дела, такой локдаун, а при этом он не применил повысить зарплату себе и своим халуям, которые работают в законодательном органе или на правительство, то есть, себе они зарплатывают, чем это повышение, обошлось налогоплательщикам в сотни миллионов долларов, в то время, как экономику он заглушил намертво, но при этом зарплату они себе повышают, и эти ублюдки хотят, чтобы мы, налогоплательщики, дали им еще денег, потому что сколько денег им не дай, они все равно их разбазарят, и вообще, деньги, это такое материнское молоко коррупции, чем больше денег собирают чиновники, тем больше коррумпирования становятся они, так вот, значит, переговоры эти велись, 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 демократы на самом деле не ставят своей целью помочь экономике или что-то, они ставят своей целью как можно больше денег дать своим халуям, которые будут обеспечивать им победу на выборах, нет, переговоры зашли в трупик, и очевидно, Трамп заявил, что все, никаких больше переговоров, потому что никак не удается достичь компромисса реального, нормального, не получается, поэтому все, ну, судя по тому, что сказал наш радиослушатель, я не слышал его выступления, но судя по тому, что сказал радиослушатель, похоже, ситуация складывается таким образом. Несомненно, несомненно, это действительно смысла не имеет, в данном случае, давать на то, чтобы они залатали дыры, ими же и созданные в экономике этих городов или этих штатов. В принципе, я хочу сказать, что речь идет не об этом, речь идет не о том, кто больше даст сейчас, а кто больше даст потом в случае победы. Речь идет о том, что если победит Трамп, любая дискуссия о будущем Америки будет возможной, и если победит Байден, любая дискуссия в этот день, в день его инаугурации, прекращается навсегда. Да. Да, как вы писали, по случаю учета или учета шницелей, столовая закрыта навсегда. Так вот, об этом и пойдет, собственно, этот вопрос и будет решаться 3 ноября. Все остальное это детали машин, это мелкие подробности. Разумеется, разумеется, решающий вопрос это удастся ли сократить безработицу, она прекрасно сокращается сейчас. Вот центровые вопросы, поднять экономику, чтобы цифры пошли в плюс и снизить безработицу. Нет других, более важных показателей сейчас. А сколько сейчас дадут переругиваться о том, сколько дадут или не дадут демократическим городам, это бессмысленно. Поэтому он совершенно правильно поступает, если говорит до выборов. А после выборов ему важно донести до населения, о чем эти выборы, о чем здесь речь. Не о количестве заболевших, которые заболели бы и без него. Они не исцелятся от прихода Байлера и не об этих деньгах. Дело в том, что все, что происходит в стране, сейчас приписывается Трампу. Плохое. Хорошего не замечают. И это естественная позиция левых всегда. Они говорят, если горят города от протестов, подожженные протестантами, протестующими из Антифы, то они горят в Америке Трампа, а не в Америке Байдена. Понимаете, все, что делается сейчас, дурного, все придется, разумеется, оплачивать Трампу со своего счета. И вопрос об этом решится в ходе выборов. Ничего другого. Да, на самом деле, действительно, послушаешь выступление Байдена и он подчеркивает, что вот посмотрите, никогда еще президент в окончании срока не имел безработицу выше, чем на начало своего срока. Экономика не была хуже, чем вот на начало его срока. Но при этом забывает уточнить, что это именно его однопартийцы убивают экономику в больших городах. именно они демократы. Сергей, в данном случае тут все зависит от умения Трампа использовать это как козырь в своей риторике во время споров. Если он это не сможет сделать, это его недостаток, потому что мы за него домысливать не можем всякий раз. Мы можем просто молиться или потом перекреститься, что называется, и ждать бедствия. Вот и все, что мы можем. На самом деле, я понимаю ваши некие сомнения, но с каждым днем у меня уверенность растет в том, что Трамп выиграет эти выборы. Во всяком случае, честные выборы он выиграет. Что последует за этим? Я всегда говорил, что демократы не остановятся ни перед какой подлостью, ни перед каким преступлением ради достижения власти. А вот что за этим последует, я не знаю, не уверен, но вот тот энтузиазм, который налицо, вы посмотрите, в нашем гнилом штате, прогнившем насквозь коррумпированном мафиозном штате, каждую неделю в разных местах проходят колоссальные ралли в поддержку президента Трампа. И это мы говорим о штате, который десятилетиями правился одной мафиозной структурой демократической. То же самое происходит в Нью-Йорке. Вы посмотрите, на прошлой неделе выходные по пятой эвене прошли траки с флагами Трампа. По сути дела, город остановился. То же самое происходило в Калифорнии, чего я никак не ожидал. Так что энтузиазм на этой стороне и даже те люди, которые, так сказать, лично, может быть, ненавидят Трампа, но при этом не утратили здравого смысла, а ведь платформа демократической партии однозначно говорит, что вас будем грабить, грабить. наш губернатор обещает нам поднять инкомтекс, кроме того, что уже поднял, еще на 20%, или вынужден будет сократить услуги на 15%. Я думаю, что он должен был сократить зарплату своим чиновникам процентов на 30% и провести обязательно пенсионную реформу, потому что та ситуация, которая сложилась в нашем штате без пенсионной реформы, эта проблема вообще никак не разрешится, это бесполезно, это немыслимо то, что происходит. Нет, эти решения они не принимают, потому что профсоюз учителей, скажем мы, профсоюз государственных служащих, по сути дела, обеспечивает им победу на выборах, поэтому они никак не могут ему противостоять, не могут, им очень, так сказать, не хочется покидать свое кресло. А то, что народ обдирают, то, что жизнь становится дороже, то, что наивные люди полагают, что если обещают поднять налоги только на богатых, которые держат прапорти, дома многоквартирные, многоквартирные, их это устраивает, подождите, когда придет черед, если поднимет налоги на тех богатых, эти богатые вынуждены будут поднять аренду, арендную плату за то жилье, в котором вы живете. В общем, это все очевидно обобщая, можно сказать, что демократы придут к власти очень быстро превратить Америку эти игры, которые будут просить подачки у богатых арабских шейфов. Ефим, огромное спасибо за программу и до встречи в следующий раз. До встречи, успехов вам, и счастья, и легкой руки во время выборов. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok